Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре седан Gilly M Grand. На видео автомобиль в комплектации Flagship с бензиновым мотором объемом 1,5 литра, с передним приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля белый, не металлик. Диски литые, 17-дюймовые, с шинами размерностью 205 на 50. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен Парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги не предусмотрены. Автомобиль оснащен люком. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. В оформлении интерьера использовано три цвета. Черный, белый и голубой. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной эко-кожи. Водительское кресло оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сидение можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Память электропривода сидения не предусмотрена. Включим автомобиль с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и задний противотуманный фонарь. Указатели поворотов — левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 151 мм. Задние фонари светодиодные с контурной линией на багажной двери. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. В этом положении джойстика активируется система электроскладывания боковых зеркал. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. Блок управления передними и задними элементами. Электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Регулировка корректора фар. Кнопка включения электрообогрева лобового стекла. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. Кнопка «Трип» отвечает за управление маршрутным компьютером. Кнопка «Трип» отвечает за управление круиз-контролем. Кнопка включения электрообогрева руля. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12,3 дюйма. В составе акустической системы 6 динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает функцию QD-Link. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами комфорт, эко или спорт. Иконка включения спортивного режима работы системы стабилизации. Климат-контроль однозонный. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры. Выбор направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Иконка АЦ отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Передние кресла оснащены подогревом. Подогрев трехрежимный. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. Шторка люка открывается вручную. Люк можно открывать в двух разных положениях. Люк можно приподнять. Люк можно сдвинуть назад. В потолке предусмотрена кнопка системы AeroGlonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. В основании передней панели предусмотрена розетка на 12 вольт и USB-разъем. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Ручной тормоз электрический с функцией Auto Hold. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, шестиступенчатая. При включении задней передачи активируется задний парктроник и камера заднего вида. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту с задней двери и на второй ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. В потолке предусмотрено освещение для пассажиров. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сидение без центрального подлокотника. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Между передними креслами предусмотрены дефлекторы вентиляции. Для пассажиров предусмотрен USB-разъем. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. Над дверью предусмотрена ручка с крючком. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 500 литров. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Для сложения спинки необходимо потянуть за петлю. Задние сиденья складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется ступенька. Ключок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 50 литров. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом полтора литра, с отдачей 122 лошадиные силы. Мы с вами осмотрели седан Gile M Grand. В комплектации Flagship, с бензиновым мотором объемом полтора литра, с передним приводом и с автоматической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Gile автоспеццентр Дубровка. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина, и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч!